привет друзья итак камень гриндерман 120 водный но переделанный в масляный за . рекса твердостью 67 сейчас покажу 67 с половиной единиц ну чтож масляный камень . могу сказать работает очень быстро ну конечно не так быстро как кэшбор но прорабатывает режущую кромочку довольно таки хорошо в общем справляется 120 камень именно когда я пробовал его точить с водой на рексе увидите да какая здесь черная суспенция грязь когда его пытался работать с ним с водой он очень быстро изнашивался пропитанный циризином гораздо меньше используется работаю вот такая на нем сверху покрытие работаю с маслом джонсон baby в общем продолжаю абразивом это еще два камушка сейчас буду пропитывать циризина вот у меня такой кусочек это камушек на 400 и на 200 220 сейчас я их положу сюда вверх циризин засуну в духовку они пропитаются и потом буду дальше точить рекс ну чтож будем смотреть эксперимент так ну чтож закончил пропитку камушка грин дерман гридностью 220 про . идет очень хорошо работает он с маслом просто класс никакого практически износа нет то есть шлам вырабатывается но но очень очень мало вот так он выглядит но быстро стирается и на ровности как говорится камня это особо не сказывается то есть работает пропитанный камень грин дерман с маслом ну на мой взгляд по моему мнению и для меня гораздо лучше чем чем с водой ну что ж продолжаем сейчас там у меня в печи лежит 400 посмотрим какая будет кромочка после 400 камушках ну что ж прогоняю 400 камнем вот так он так выглядит видите да как шлам собирается сейчас сниму вот такие вот шлам металл ну и вот сейчас посмотрю покажу наверно не будет видно режущая кромочка сейчас возьму розетку вот так возьму руки у него руку возьму неудобно мне сейчас держать снимать но факт того что давайте вертикально поставлю может так попробую то есть нож реально острый сейчас еще проточить и будет вообще класс ну что ж продолжаем что закончил протачивать камнем 400 вот так вот работает камень то есть шлам здесь очень мало но есть оттирается он просто шликаем сюда в дешечку протираем и все и камень чистый итак смотрим заточку после 400 газетка газетки вообще никаких проблем нет он ее режет очень легко папиросная бумага папиросная бумага такая ну что могу сказать результат очень и очень хороший то есть могу с уверенностью сказать что вот этот опыт сейчас чуть-чуть удалил удаляется что вот этот опыт заточки вот так вот на абразивных камнях гриндерман но пропитанные с резином сделаны под масло дают на мой взгляд гораздо лучше результат чем если бы их замачивал воде и потом бы начинал точить во первых меньше грязи то есть точится легко и давайте сейчас посмотрим вот бланк которым я работал это 400 вот 220 вот алюминиевый бланк он ровненький то есть просвета никакого нет износ камня минимальный несмотря на пропитку правится камни эти они также правятся на стекле с карбидом кремния выравнивается легко без всяких проблем без ничего ну что ж эксперимент показал хорошее использование камней на мой взгляд работать на мой взгляд ими лучше когда они сделаны в масляном виде ну переделаны под масло ну каждый будет выбирать решать для себя сам но рекс заточился довольно таки при на приличный уровень на довольно таки хорошая кромочка пока я оставлю в точилке сделаю еще 2 600 и тысячник пропитается резином и завтра закончу и посмотрю результат на режущей кромки на рексе что он покажет тысячник пропитанный и работа с маслом на этом все доброго добрый вечер дорогие товарищи ну что ж продолжаем с снимать вот этот ножичек за . ножа и стали рекс 121 камнями грин дерман переведенные для масляной заточки друзья их только что сегодня пропитался резином это сейчас 600 финише здесь сделал вчера закончил 400 сейчас буду продолжать работать этим и потом перейду на тысячник посмотрим какая будет режущая кромочка и будем смотреть вообще как отработают этой камни именно с маслом точу с маслом джонсон бэби и так погнали ну что ж сейчас наношу и будем как говорится смотреть что у нас он покажет ну вот видите да как сразу начинает работать собирается шлам ну что ж начинаю протачиваю потом сниму поближе посмотрим какая будет режущая кромочка ну что ж сейчас буду заканчивать проточку должен вам сказать что в камни работают очень классно работает агрессивненько чувствуется такой и чувствуется агрессия о том что камень не проскальзывает а в любом случае режущую кромочку вот подтачивает ну вот так выглядит камень после работы это все отмывается очень просто камень пропитанный в него туда ВДшечка не впитывается то есть его потом можно помыть и в принципе камень чистенький так снимаю 600 и ставим вот так проверяем заточку ух ты берем салфеточку вот мягкая салфетка то есть острота конечно здесь уже на очень-очень хорошем уровне ну что ж продолжаем ставлю тысячный наносим масло и погнали смотрим как работает тысячный камень та же картина о том что камень работает бодро камень работает очень плавно вчера посмотрел камни которые грубые 120 220 по моему 400 выборки седловины практически нет никакой ну можно чуть-чуть подровнять но целом камень ровный видите да на этой стороне собирается шлам и на камне тоже ну в общем протачиваю дальше одно что проточил теперь сделаю микро подвод вот таким вот камушком барайт это когда-то давным-давно приехала ко мне коробочка с поломанными камнями и вот я теперь его наклеил на вот такой влюра мерлене купил пластину за 13 рублей наклеил вот таким вот клеем космофен 1200 барайт т2 и теперь сделаю сейчас на нем микро подвод и закончу как бы так сказать вопрос с заточкой ну что ж что я для себя хотел выяснить я выяснил выяснил гриндерман работают которые перевести если их появились для работы с маслом работают очень классно работают очень хорошо работают чисто работают агрессивно гораздо больше я так думаю продуктивнее чем с водой по крайней мере с водой износу больше ну мне не понравилось работать с водой поэтому было принято решение экспериментальным путем Путем попробовать, как будут работать, если их пропитать с резином и сделать возможность точить с маслом. Ну что ж, эксперимент, я считаю, удался. Никому не навязываю вот этот принцип работы. Это не руководство действия, а просто мыслить, как говорится, вслух. И, в принципе, вот и все, все, что я хотел вам сказать. А уже делать такую процедуру с вашими камнями абразивами или не делать, это решать вам. Ну, я сделал, теперь у меня все камни Гриндерман пропитаны с резином и работают с маслом. Если они уже работают на твердой стали, такой как Рекс, думаю, что с остальными проблем быть не должно. Но я думаю, что в ближайшее время попробую точить что-нибудь помягче, типа, наверное, N690, либо LMAX. И посмотреть, как эти камни работают на более мягких сталях, нержавейках. И тогда уже, как говорится, окончательно можно сделать вывод, стоила игра свеч или нет. На этом все. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Пока-пока.